Мы знаем, вы слушаете. Программа «Синема». Программа «Синема». Это мое киноприключение длится уже летом будет 10 лет. Это было в 2013 году. Моя приятельница, связанная с кинобизнесом, занималась подбором актеров массовки. И вот она попросила, сказала, что приезжает на съемки сериала «Россияне». Это продюсерский центр «Иван». И вот они снимают сериал «Наследие». Режиссер Александр Касаткин. И нужен кавказский типаж. Могу я дам телефон? Позвонил на следующий день продюсер. Попросил. Вот нужны кавказцы. Я спросил, сколько надо человек. Говорит, автобус можете набрать? Снимали эпизод грузино-абхазской войны, начало 90-х годов. Ну и вот в армянской общине я набрал целый автобус. Нужны были дети, мужчины, женщины разных возрастов. И нас повезли в Мангар-Сау, где снимали Сухуми 90-х годов. Ну это очень было так забавно. Дети остались довольны. Много было детишек. Они сказали, что они заплатят. И всем актерам массовки 20 латов. Потом поблагодарили за то, что я организовал эту группу нашу. И предложили, не хотели бы сами сниматься. Ну, в общем-то, дело было летом. Свободен был. И почему бы нет? Ну и вот с сыном еще в нескольких эпизодах мы снимались. Этот сериал прошел с большим успехом по телевидению. И здесь, в Риге, снимали у нас и Париж, и Абхазию, и Москву, и Тюрих, и маленький сибирский городок. Так что, в общем... То есть получается, что вот у нас такая прекрасная натура, что можно снимать самые разные точки земного шара. Все снимать у нас. У нас есть же и Синевилла, есть и, в принципе, Рижская киностудия. То, что от нее, можно сказать, осталось. Павильоны. Павильоны, да. То есть там, в принципе... А скажите, вот говоря про массовку, я знаю, что к вашей книге «Возвращение от Рисагузки» предисловие написал Янис Стрейч и назвал массовку народными артистами. Вот роль ее в кинематографе. Потому что понятно, что любая... Есть исполнители главных ролей, есть, скажем, второстепенные, это роли со словами. Но в любом случае, когда мы смотрим кино, мы обращаем внимание, что для того, чтобы погрузить людей в атмосферу, вот, ну, обязательно нужен какой-то план, чтобы мы увидели улицу, если там, ну, не знаю, средневековый город или там, ну, 19 века, или современный. Но в любом случае там должны быть люди, какие-то что-то, какое-то движение. Вот тогда человек верит. Вот что-то, ну, если мы все время будем смотреть, и это будет происходить в павильоне, вот какое-то, ну, возникает ощущение неестественности, что это как будто бы, ну, вот телеспектакль или что-то такое. А это вот именно вот с массовкой какие-то большие сцены, не вижу, батальных, военных сценок, все это вот придает какую-то жизнь. Ну, да, безусловно, без массовки никуда не деться. И я не встреч, которому я очень благодарен за предисловие к моей книге, он правильно сказал, что это недооцененные вот артисты, как он их называет у нас, народные артисты, да, и сам начинал с массовки. А у каждого своя мотивация. Вот за эти годы я познакомился с очень многими людьми, очень интересными людьми. В паузах, я и пишу об этом в своей книге, в паузах были интересные разговоры, там, беседы. Самое неожиданное, много иностранцев, когда Кирилл Серебренников снимал здесь фильм об Эдуарде Лимонове, ну, был Нью-Йорк, сделали здесь, на Румболе, старый аэродром Румболы. И, естественно, Нью-Йорк это что? Это большой Вавилон. И вот собрали студентов, привезли, были чернокожие, азиатской внешности, там, разные, 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 совершенно, вот такой интернационал получился. И вот эти люди, с ними мне интересно, особенно, если хорошо владеешь, там, английским языком, честь и хвала, кстати, вот, менеджеров по кастингу, три языка у них все свободные. Это английский, если совместное производство, то в основном рабочий язык это английский, это латышский и русский. Все свободно они владеют. И вот это общение с людьми, которые пришли сюда в массовку, какая мотивация? У каждого своя. Кто-то хочет просто заработать. Особенно пенсионеры. Ну, естественно, платят лучше в рекламе. Там, если ты снялся, ты получил приличные деньги. Здесь не такие большие деньги, но, тем не менее, во-первых, при деле. Потом возьмите, допустим, пожилая женщина. Она сама по себе очень эффектна, красива, ну, и даже очень обыкновенная. Ей хочется быть на людях. Ей хочется, чтобы ее видели, чтобы она была одета всегда красиво. Особенно, когда снимаются исторические фильмы, типа сериала Си-Си. Это представляете, там, кринолины, все вот эти прелести, да, 19 века. Женщина чувствует себя женщиной. Другие приходят, студенты тоже подработать, ну, почему нет, вот, и потусоваться, тоже новые какие-то знакомства. Кто-то пытается стать артистом. Они считают, что это первый шаг, первая ступень такая. Вот, как герой знаменитого сериала «Массовка», который вот сняли на BBC Рикки Джервейса. И вот его герой, который пытается вот с массовки вот достичь чего-то. Увы, не у всех это получается. Даже, ну, мало-мало кто вот как-то выстреливает, становится артистом, становится знаменитостью. А так, ну, каждый по-своему приходит в этот мир массовки. Ну, у меня мотивация – это хорошо провести время с интересными людьми, знакомство, общаешься, и за это тебе еще деньги платят. Это, по-моему, неплохо. Ну, я хочу сказать, что вот очень многие актеры, есть просто целые подборки такие, в интернете гуляют. Вот, кто из известных актеров начинал в массовке? Там просто невероятное количество знаменитых актеров. А Мэтт Дэймон с Беном Аффлеком до того, как вот они выстрелили этим фильмом, они все время снимались в массовке. То есть они постоянно где-то вот, ну, там показывают кадры из фильма, говорят, а вот это, введен кружочек, вот это Мэтт Дэймон. А вот здесь вот в зале суда Брюс Уиллис, там в фильме «Вердикт» с Полом Ньюманом. Там вот в зале просто он сидит там в числе зрителей. То есть это, в принципе... А как попасть туда? Вот многие спрашивают, я после премьеры, после презентации книги в доме, на литературном кафе, да, там спрашивали. И вот сейчас выступаю в реческих школах, и ребята задают вопросы, как туда попасть, как это делается. Ну, попасть довольно-таки несложно. Это, во-первых, надо следить за публикациями, за объявлениями, эти постоянные объявления, они идут. Ну, а на Фейсбуке создали целую группу, которая называется «Кастингмания». И вот приглашают, ну, они указывают там возраст, какой нужен возраст, какой типаж нужен, вот, и снимают постоянно. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Вот, у меня более 50 фильмов, и поэтому вот только в пандемии вот мы как бы не были задействованы. А сейчас опять возвращаются на круги свои, и поэтому постоянно нужны, нужны люди. Конечно же, если ты засветился крупно, тебя уже не возьмут, а уже видят, значит, вот ты в этом эпизоде снялся, все, поэтому это будет твой первый и последний, так сказать, в этом фильме. А так, ну, конечно, гримируют, сам себя не узнаешь, да. То есть, я знаю, что у вас ведь был опыт над фильмами Кирилла Серебренникова, несколько сразу появлений. Да, да, я… шесть эпизодов, шесть эпизодов, тут, это 70-е годы, это история Эдуарда Лимонова, его эмиграция, вот, и там пришлось вот по-разному. Там прекрасные гримеры, прекрасные, тут и американские, и латвийские, и российские, они очень здорово работали, костюмеры, гримеры, они, значит, то один костюм, то другой, то в шляпе, то без шляпы, то в плаще, там, с бакенбардами, в очках и так далее, и так далее. Вот, так что, вот, и когда показывал вот эти слайды в школах, ой, ребят, говорит, ой, вас не узнать, говорит, совсем, совсем, говорит, другой человек. Ну, вот это очень любопытно. Вот, и попасть можно, вот, надо просто следить за этими объявлениями, и когда требуется определенный этипаж, вот, обращайтесь, звоните, там, телефоны. Кастинг-компании в Риге предостаточно, но, тем не менее, они постоянно обновляют, они постоянно хотят новый этипаж, новые лица какие-то нужные. Насколько Рига вообще привлекательна для иностранных, может быть, даже кинокомпаний, чтобы снимать какие-то эпизоды, ну, то есть, более дешево это выходит производство, и в то же время есть интересная натура, интересные какие-то? Ну, Риге я посвятил нашему любимому городу целую главу о том, Балтийское кино Мекка, ну, это еще со стародавних времен, так сказать, здесь снимали, вот, 50-х, в Риге Михаил Ром снял знаменитый фильм «Убийство на улице Данте». Это вот о французском движении «Сопротивление», о коллаборационистах, и вот там, это в этом фильме дебютировали, Париж снимали в Риге, дебютировали там Михаил Казаков, Иннокентий Смоктуновский, Валентин Гафт, вот. Ну, а потом очень-очень много фильмов здесь снимали, и Лондон, и Париж, и Цюрих, и какой город только, и Америку снимали, вот, и вы знаете, что даже проводятся экскурсии специальные, киноместа, где снимались фильмы, вот это знаменитая Блюменштрассе, улица Яуниела, да, там же на Яуниела сделали Бейкер-стрит, но знающие люди говорят, ничего общего с Бейкер-стрит вообще нет, вот. Но, тем не менее, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, этот праздник отмечается, фанаты, вот, они в январе, насколько я помню, они надеваются, вот эти наряды, значит, да, и Шерлок Холмс идёт, попыхивает там. – Я с вами принимал участие тоже. – Тоже были, да. Это замечательно, это всё вот культурная жизнь, это вот такая движуха, как молодёжь говорит, вот, и поэтому Рига в этом отношении замечательно. Почему именно сюда приезжают? Да, вы правильно сказали, здесь можно найти и старая Рига, старый город, тут можно, как и любой западный город снимать, тут и шедевры югенстиля, красивейшие здания, здесь тоже можно какую-то заграницу снимать, вот. – На Москачке, говорят, там, в принципе, ну, у вас такие вот деревянные, полуразрушенные даже здания, там, снимают часто войну, там. – Да, Сибирь снимают, там, да, вот такие вещи, деревянные здания, и потом здесь народ дисциплинированный. – Сказали, сидеть, значит, сидят. Сказали, кофе пить, кофе пьют. Сказали, снимается, экшен, значит, все уже в кадре, всё. – А сколько вообще занимает время вот съёмок? Иногда кажется ведь, что, ну, то есть мы не понимаем, кажется, что один маленький эпизод, ну, Господи, если он идёт, там, три секунды, ну, Господи, пришёл, зашёл в кадр и вышел, и всё. – Ой, кино – это вообще такое искусство очень-очень затратное. Во-первых, снимать – это невозможно без денег, естественно, ты ничего не снимешь, кроме, там, короткометражки какой-нибудь, но вместе с тем 30% попадает съёмочного материала, только 30% попадает в фильм. – То есть безжалостной своей рукой режиссёр, монтажёр, значит, это всё вырезает, выбрасывает. Мы несколько раз снимались так, снимались, а потом смотришь, а тебя нету. – В нескольких эпизодах там всё, вот, ну, а потом оказывается, что вот убрали. Обидно, да, обидно. Утомляет немножко это, это не так просто, ты же не пришёл, мы же не только кофе пьём и мило общаемся. Надо постоянно, значит, выполнять какую-то установку режиссёра, и причём вот эта монотонность, понимаете, иди туда, иди сюда, иди туда, иди сюда. У Кирилла Серебренникова пришлось потрудиться, ну, это гениальный человек, он умеет вот зажечь людей, ой, миленькие голубчики, ну, давайте, ну, ещё немножко, ну, вот, родные мои, давайте, давайте, ну, какой-то. Мы все промокли, там же это искусственный дождь, когда сделали, Нью-Йорк, снимали Нью-Йорк, Нью-Йорк сделали на Румбале, вот, и мы ходили по улицам, и потом там промокли, у всех ноги были мокрые, всё. Но, тем не менее, вот, раз надо, значит, надо. Однажды польские кинематографисты снимали приключенческий фильм, и пришлось, за мной приехали ночью, брали, потому что там было всё расписано, ночные вот эти эпизоды, съёмки, вот. Вот, и там по сценарию я играю учёного, который за какими-то древними артефактами, значит, он авантюрист такой учёный, и, значит, он отправился вот на поиски вместе со своими коллегами, и вот там один злодей, он, значит, меня задушил. Задушил, задушил, и вот, когда приехали, нас забрали вдвоём, одного молодого человека, и я приехал, и это съёмки проходили в этнографическом музее на Югле, там, на берегу озера, вот, очень красивое место, вот. И вот этот парень, он уже был, когда меня привели, значит, парень уже лежал во враге там, и потом вот меня вот задушил, и вот мне пришлось там где-то минуту примерно лежать. Это хорошо не было дождя, а если было на сырой траве, это маленькое удовольствие, вот, лежать, вот, ну, и потом бывают разные, разные эпизоды, вот, киношники любят рассказывать, как это происходит, там, съёмки, когда происходит, и прочее, вот. А здесь народ такой дисциплинированный, и, в общем-то, никаких нарушений не бывает, что касается, там, допустим, спиртное, там, употребляя, всё, нет, абсолютно, потом все очень дисциплинированные. Ну, то, что так вдруг ушёл там из кадра в одном, ну, надоело, типа, сниматься, ушёл, такого не бывает. Нет, это даже дети, которым надоело, да, и то сказали, нет, терпи, раз пришёл, значит, дети очень часто снимаются, да, в знаменитом сериале «Си-Си», но это был самый масштабный проект «Германия», «Германия», «Астрия». Сейчас второй сезон сняли, и на Рождество уже показывали второй сезон этого сериала. Ну, женский такой фильм, очень красивый, красочный, костюмы привезли из Мадрида, из Вены, Берлина, и наши вот умельцы тоже постарались, шили красивые костюмы. И там много было детей, мы встречали, там стоим, там Си-Си проезжает с императором, по улице Пилс они ехали, потом у англиканской церкви были эпизоды, там всё это. И, конечно же, дети устают, я наблюдал за ними, уже там ноги болят, он там присел, а тут подъём, опять вставать надо, опять, и вот эта вот монотонность немножко так утомляет, ну, раз надо, значит, надо. Вот если говорить про режиссёров, кто из них относится, ну, более, скажем, высокомерно к массовке, кто более, ну, общается вот напрямую, без всяких посредников? Ну, конечно, больше всего понравилось, как вот манера общения вот Серебренникова, вот, не было никакого там снобизма, высокомер, хотя бы очень известный человек, да. А так мы же мало, мало очень с ними общаемся, потому что очень много помощников, ассистенты, помощники режиссёра, потом кастинг-менеджеры, они с нами работают, вот, иди на гримеру, переодевайся, там, это, это, вот. Вот через час отдыхаем, через 15 минут на съёмки, этим и занимаются они. А режиссёры, они такие глобальные, глобальные вопросы. Вот недавно Симонис, Давис Симонис, младший, он снимал, снимает сейчас фильм о Марии Лейко, это вот певица была, такая артистка, звезда немого кино в Латвии, и вот её историю. И вот, когда он работал с исполнителем главной роли, в вагоне это всё происходило, поезд идёт из Берлина в Москву, в Советский Союз мы возвращаемся, я там НКВДшника играл, военного. И, 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 и когда он подходил к главной, исполнительной главной роли, он ей даёт какие-то вот, просит о чём-то, вот, как, как сыграть лучше, всё, ну, мы слушаем это всё, вот, остальные вопросы уже с массовкой, в основном работают другие люди, вот, ну, отношения, нормальные отношения. И у Андрея Экиса, несколько раз вот у него снимались, и у Вестура Кайриша, тоже очень уважительная к людям из массовки, так что, вот. Я понимаю, что один из последних таких больших проектов, это фильм к 150-летию праздника песни, вот там тоже уже, по-моему, ну, идут или закончили съёмки? Да, да, съёмки идут, мы снимались зимой, минувшей зимой, в феврале, мы снимались в Синовиле, там играли, это такой киногородок под Тукумсом, если кто не был ещё, всем рекомендую побывать там, экскурсии провести для школ, это очень интересно. Там можно и попасть в далёкое прошлое, там всякие разные эпохи отражены вот в этих постройках. Прямо вот под открытым небом, там можно прогуляться, да, ваше просто. Да, да, очень любопытно. И вот там снимали эпизод, кстати, было очень холодно, это было в феврале, мороз такой был, и там плохо отапливали, и мы сидели там, такой вот трактир, ресторан, сидели вот в большой стол, где организаторы этого праздника песни сидели, красивый был чайный сервис, они, значит, о чём-то говорили, пили чай, а мы втроём со своими друзьями, мы сидели рядом за столом, там карты нам дали, графин с водкой, ну, вода, разумеется, и вот мы играли в карты там, а они вот рядом обсуждали, как вот провести этот праздник песни. И снялись там, причём снялись бесплатно, массовка очень часто снимается, когда просят, вот, чтобы поддержать латвийский кинематограф, ну, почему нет, снимаемся бесплатно, если надо. Кто-то возмущается, когда вот перегиб, когда постоянно просит, вот, без гонорара, это, конечно, тоже плохо. Есть ведь действительно такие режиссёры, которые очень, ну, вот, например, про Алексея Германа ходила легенда о том, как он относился даже, ну, вот, к массовке необычайно требовательно, и что на заднем плане где-то проезжал автобус, где сидят солдаты, и когда он узнал, что вдруг солдаты были, значит, в мундир у них до пояса, а внизу кто в чём? Ну, там, джинсы, брюки, ну, то есть решили, ну, всё равно их видно только вот по поясу в окне. Он потребовал переснять эпизод, уволил, значит, своего помощника, который вот не наглядел, и потребовал, чтобы они были полностью эти, хотя этого не будет видно, то есть вот такая вот какая-то, ну, казалось уже, что просто невозможно, всё равно же не видно, а он говорил, нет, мне нужно, чтобы они ощущали себя полностью вот солдатами, которые их везут. Ну, да, такая дотошность такая, ну, наверное, это хорошо, но в кино вместе с тем бывают и ляпы, случаются, и таких ляпов довольно-таки много. Ну, я привожу несколько примеров там, где вот снимался, допустим, Цюрих, ну, там трамваи тоже такие длинные, да, вот как у нас вот эти новые. И потом смотришь, по Цюриху едет, значит, сворачивает, и там написано шестой номер, наша родимая, и югла написано, наша родимая вот эта шестёрочка. Потом эпизоды, когда с той же Абхазией, когда снимали то ли Сочи, то ли Абхазия, это было, ну, это рядом там, да, вот снимают герои, там, шашлык там у них, там, пикник так его строили, и вот, ну, и пейзаж такой, балтийский пейзаж, там эти сосны, всё, ну, какая же это Абхазия или Сочи, там должны быть пальмы, там что-то другое, вот. Ну, иногда это мастерски делают в той же, в том же аэропорту, старый аэродром Спилве, там сделали Сухуми 90-х годов, ну, поскольку там панно, всё вот это советское сохранилось, да, там до сих пор снимают, и вот недавно проходили там съёмки тоже, вот, вот этого фильма Марии Лейку, вот, «Молчание Марии», рабочее название этого фильма, Дависа Симониса, и там, как выйти из положения, дождливый такой день, а им надо показать, показать, что это солнечный денёк такой, замечательный, да, вот, «Абхазское лето», так они просто залили вот прожекторами весь зал, и он превратился в совершенно такой солнечный такой световой. А на улице там чахлые такие были эти пальмочки, и дождь моросит там всё, вот, лето, дождливое балтийское лето. Вот, тут свои какие-то хитрости, ну, кино, кино такое искусство. Ну, вот, говоря про хитрости, многие ведь пытаются сэкономить на массовке, я даже, вот, помню, в фильме «Звёздные войны», там был эпизод, где большой какой-то, вот, инопланетные всякие существа сидят там на каком-то стадионе, и там, вот, потом показали, я видел просто сюжет, где показывали, как это всё снималось, что это миниатюрное, то есть это всё было миниатюрное, и там просто воздух раздувал, там эти фигурки чуть-чуть покачивались, и ощущение, что это вот, ну, как будто бы, ну, там нам показывают панораму, вот, якобы заполненный. В фильме «Гладиатор» там тоже, по-моему, компьютерным образом просто клонировали этих, вот, там было массовки несколько, ну, сот человек из них сделали просто там, чтобы колизей заполнить. Как вы относитесь вот к этому? Я вот в книге привожу пример американского режиссёра, я же не помню название фильма, который, там батальные сцены были, это было в 1916 году, вот, он снял, он вошёл в историю, потому что снимали и с воздуха снимали, и вот эти все, вот эти батальные сцены, расходы, конечно, колоссальные, это полевая кухня работает, всех надо кормить, всех надо, вот, одевать, там, и прочее, но это, конечно, затратное дело, но тут компьютерные такие перегибы, когда происходят, это, это, я считаю, что это недопустимо. Ну, в мультипульте какой-то получается, это не кино. Я однажды возвращался из-за границы на автобусе, и вот, ну, делать нечего, там же вот эти кино показывают, да, ты можешь заказать, и вот я посмотрел, посмотрел «300 спартанцев». Я очень хорошо помню в детстве, когда смотрел этот замечательный фильм, цветной, как царь Леонид, вот, фирма Пилова, значит, он перекрыл дорогу, вот, персидская армия, всё, это было очень зрелищно, это было красиво, цветной фильм, прекрасные актёры. А тут я посмотрел, вот это, какая-то ерунда, я даже не понял, в чём всё это, всё это, вот эта пропасть какая-то, вот он туда, потом эти толпы какие-то идут, якобы воинов, там всё это, потом чёрно-белый какой-то, мне это очень не понравилось. Я считаю, что чувство меры должно присутствовать во всём, иначе, ну, иначе компьютер всё это задушит, и получится не искусство, а ерунда какая-то. Ещё вот одна такая проблема с массовкой. Известный вот был факт, что в фильме «Храброе сердце» Мала Гибсона недосмотрели помощники режиссёра, и там в массовке есть люди, можно разглядеть в солнечных очках, вот якобы, это же Шотландия там, какого там, получается, ну, XIV века, наверное, а там где-то мелькают там, что на руке часы, то есть там, ну, как будто бы вот какие-то такие мелочи, которые портят, ну, глаза с той зрителями. Вы знаете, у нас очень строго. Они всегда смотрят, значит, а, часы, значит, снять обязательно надо, потом и очки, естественно, там прическа, у кого, если модная прическа, значит, это дело, значит, ну, как-то и парик надевают или что, потом обувь, ну, обувь за редким исключением, ты можешь своей обуви, да, а так в основном от и до, с обуви до головных уборов, они всё это предоставляют и, конечно, очень следят, я порой даже удивлялся, ну, они сидят за компьютером, они же видят это всё, значит, кто-то попал, значит, он, я не знаю, там, те же, да, часы современные, да, или ещё что-то, поэтому, да, массовка к деталям отношения такое тоже очень... — У нас уже не так много времени, а хотелось ещё поговорить, и вот у вас есть глава прямо о музыке в кино, в книге. — Да, это, конечно, это о Раймонде Паулсе речь идёт, о его классических фильмах, вот «Долгая дорога в дюнах», «Театр», «Слуги дьявола», «Стрелы Робин Гуда», вот, это «Наше всё», Раймон Паулс в кино, и ещё, поскольку время уже заканчивается, я бы хотел ещё отметить наших артистов, которые вот прославили Латвию, они уехали, к сожалению, они сейчас в других странах работают, но, тем не менее, мы ими гордимся, они стали звёздами, это Яна Сексте, Агата Муценицы, Дана Абызова, они вот снимаются, в России живут, снимаются, но при случае они всегда вот в родной дом, в Ригу родную приезжают. Это и Ксения Соло, в детстве её везли в Канаду, и вот она, она балерина, она снималась в оскароносном фильме «Чёрный лебедь», и Илья Баскин в Голливуде прославился, он снимался, например, «Убойной силе», вот он играет такого мафиози, это всё наши вот выходцы из Латвии, которые вот, которыми очень гордимся, вот, ну и ещё, ну поскольку времени уже не осталось, есть глава о наших звёздах латвийского кино, это Алоис Брэнч, Гуннер Целинскис, Янис Трэч, Улдис Браун, Ивар Селескис, Юрис Подникс, Герс Франк, это, конечно, все имена, которыми мы гордимся, то есть в Латвии есть что было показать миру, кино миру, и очень приятно, что и сегодня латвийское кино продолжает жить, ну, конечно, во многом благодаря вот копродукции, совместному производству, сейчас успешные такие проекты и с Чехией, и с Соединёнными Штатами, и с Великобританией, вот сейчас фильм Анна об Анне Политковской журналистке снимают, англичане вместе с нашими, потом и немцы сюда часто приезжают, и скандинавы, вот, ну и, конечно, выходит и наше кино чисто латвийское, так что латвийское кино живёт. Ну, а я напомню, что мы сегодня говорили вот по мотивам книги «Возвращение Тресогуски» под заголовок «Кино в Латвии глазами статиста» Александра Героняна, журналиста, издателя, лидера армянской общины, общественного деятеля, который сегодня был у нас в студии. Огромное спасибо, Александр, что нашли время. Спасибо вам, что пригласили. Ну, и до встречи, надеюсь, что будут и новые какие-то интересные проекты, книги, о которых мы ещё поговорим. А пока вот «Возвращение Тресогуски» уже вот в наших латвийских книжных магазинах можно приобрести. Всего доброго и до свидания. Да, спасибо, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова